ребят всем огромное здравствуйте лёшка как всегда с вами сегодня у нас не характерные для канала грильков выпуск но я очень давно его обещал сделать сегодня речь у нас пойдет о вакуумации в целом и немножко затронем тему сувида как таковых рецептов не будет хотя нет на практике наверное даже кое-что покажем у нас был ролик уже про дегидраторы вы поддержали там и заикнул и как всегда да мой язык мой враг заикнулся о том что надо показать провокумацию как это в быту работает насколько это удобно и насколько это важная и нужная вещь в моей жизни это действительно вещь важная поэтому я хочу о ней рассказать на примере той коллекции которую я собрал что-то я взял у друзей что-то мое мне хотелось максимально раскрыть и показать пользовательский опыт огромное спасибо если поддержите данный контент пальцем вверх или пальцем вниз разумеется напишите комментарий бренды мы все закрашиваем но если вам интересно какие сегодня будут присутствовать оставлю в telegram сообществе я не хочу чтобы данный контент воспринимался как реклама какого-то конкретного бренда потому что именно прям четко кого-то конкретного хвалить или ругать я сегодня не буду где то есть свои плюсы где то есть свои минусы поэтому я сегодня расскажу об этом опыте что такое вакуумация вакууматор и для чего он вообще нужен по-разному называют называют вакуумный упаковщик вакууматор что мы получаем у нас есть продукт давайте предположим ситуацию при которой вы идете по магазину и видите ваш любимый сырочек на чем на каком еще примере я могу вам это объяснять вы видите вкусный сыр и вы понимаете что он килограммовый например он по скидосу идет но вы понимаете что вы этот килограммовый кусок съедите блин за месяц а хочется блин ну и цена очень удобная и здесь на помощь хотя кого я обманываю сырочек килограмм можно и за день уходят ставь лайк если тоже любишь очень сырочек как здесь работает тема мы открываем сыр нарезаем он заветривается начинаются идти процессы окисления потому что попадает кислород то есть кислород вызывает вот эти вот процесс я сильно умничать не буду надеюсь это понятно это работает как с мясом как с овощами так и сырами колбасами и тому подобное нам нужно с вами защитить от этого процесса и здесь на помощь приходит именно вакууматор вакуумационные вот эти вот машинки их по-разному все называют у меня есть конкретное количество так что я думаю что давайте перейдем от слов к визуализации я покажу какие они бывают и что они делают сработало начнем с ручной версии выглядит она следующим образом плюс минус ребят везде по-разному делают бывают формы максимальный китай стоимость что-то в районе 700 рублей принцип очень простой да вот у нас есть такой сосочек клапан мы это все пришпинду рим у нас есть вот такие вот пакеты идут чаще всего в комплекте и собственно сейчас я на примере покажу также есть контейнеры да то есть по сути вот этот да может подойти к таким контейнером но это очень будет сложно то есть вот мы берем и делаем скажем так отсос отсос воздуха блин но сегодня придется оперировать этими фразами как это работает давайте на примере я вам покажу давайте представим что мы с вами купили вот такую колбасу ну аля краковская очень вкусная шикарная волшебная но мы ее будем есть неделю и вот мы съели вот так вот кусочек отрезали до наташенька сексуальные кадры пожалуйста все должно быть в еде мы вкусно съели вот у нас остался этот кусок чтобы он не заветрился до чтобы он не испортился чтобы у него срок годности был ровно такой же как нам написал производитель то есть до вскрытия упаковки мы берем на форма не очень кладем сюда закрываем пакет плотно закрыли упаковали вот к этой дырочки по подносим сюда значит клапан и начинаем выкачивать это будет происходить не так быстро как хотелось бы но все зависит от этой интенсивности уже видно да что происходит поработали немножко руками получается вот так вот весьма себе неплохо убрали в холодосик все отлично все хорошо разобрались минусы какие ребята сделаны из говна и палок дешманская пластмасса 700 рублей даже жалко за это отдавать но есть немножко подороже за 1200 где уже более глобальная ручка где все это удобнее сделано но есть одно но есть варианты уже скажем так подороже сейчас мы их коснемся чему я пришел это вот такие вот приспособы они у нас уже заряжаются на тайп си как здесь все работает здесь все еще проще например мы с вами купили хороший сырочек предположим пармезан российский какой угодно что происходит здесь вот мы отварили себе макарошек не допустил посыпали сырочком посыпали щедро естественно вот тут кого я смешу этого просто на дне макароны на самом деле не ну я щас поменьше ем поэтому нет мы с вами посыпали закрыли здесь можно очень много этих контейнеров на зоне где вот именно берите такой вы хотя бы можете сделать срок когда вы туда это все запихнули чтобы понимать плюс-минус сколько это будет жить все дальше все просто подставили сюда эту штуку нажали воздух откачивается уже ничего руками дергать не надо как только воздух отошел вот пожалуйста он отключился и все у нас в вакууме также помимо контейнеров есть пакеты к ним пакеты достаточно своеобразные они очень дорогие типа одноразовые но я скажу честно может я жопа жадная но я их мою вот у нас остался кусочек колбаски да это может быть что угодно может быть рыба может быть всевозможные штукенции также абсолютно закрываем zip пакет здесь делаем ровно то же самое вот мы ставим сюда нажимаем и вот уже мы видим процесс сворачивания колбаски бедная и кэш из зафигачила характерный засос и вот у нас с вами готовый вариант чтобы положить это я просто показываю как пример это может быть все что угодно это может быть копченая рыба это может быть свежая рыба я свежую рыбу заворачивал пакеты опять же ребята бывают разные вот это очень дорогие пакеты они подходят в основу к этим ручным так называемым вакууматором мы плавно с вами переходим к более глобальным масштабным вещам у нас есть уже управление это старт отмена здесь есть выбор продукта сухой влажный насос норм turbo и запечатать то есть можно просто запечатать какой либо продукт что здесь у нас мы видим сразу говорю о минусе есть вот этот канал да вот он находится вот здесь это при том что я его не так давно мыл он опять у меня засрался извините за выражение в нормальных вещах обращайте внимание чтобы он убирался то есть чтобы можно было достать отсюда и помыть я не говорю даже про какую-то посудомоечную машину просто руками все это дело сделать так пример как это работает здесь я вам расскажу про вот такую историю смотрите это рулонная рулонная пленка удобно она или нет если вы хотите например большой кусок мяса запечатать или вы хотите ногу какую-то запечатать ну ничего хотя в питере это актуально вот то конечно это будет удобно на самом деле вы здесь сами вправе делать какой-либо пакет хотите маленькие хотите большие также присутствуют пакеты уже словно говоря нарезанного здесь останется только что сделать положить продукты все смотрите как это выглядит вот так это выглядит в пустом виде вот мы с вами вскрыли пакет у нас здесь находятся мясные чипсы из индейки очень вкусные бла-бла-бла 50 грамм слушайте здесь нужно показать так вот я упаковываю сюда здесь должно все уходить в этот желоб сейчас я немножко отойду тут просто не очень понятно и видно вот я закрываю зажал смотрите здесь мы выбираем с вами продукт сухой насос turbo нажимаем старт смотрите что будет происходить потом полностью убирает отсюда кислород можно в ручном виде его остановить да или он будет автоматически вам сразу все это дело запечатывать открываем получаем следующее готовый продукт который у вас долго прослужит есть один момент который мне не нравится я вам скажу это в приготовлении сувида очень касается он делает одну вот эту линию видите он запаивает только одной следующий наш аппарат делает две линии поэтому здесь чтобы перестраховаться например вы делаете кусочек мяса лучше лучше положить вот так еще вот видите просто уже на эту полоску и нажать запечатать он сейчас просто сделает вторую линию итог такой что вы не потеряете вкус сейчас проверим сделать у нас да сделает все окей это не все что касается таких вот вакууматоров здесь есть такие трубки почти как капельница да мы подключаем здесь сюда давайте на примере вот я часто что храню это кофе вот он замечательный свежий вы все прекрасно понимаете если покупаете в зернах очень быстро выветривается чтобы он всегда был ароматный великолепный шикарный что я делаю я закрываю здесь обратить внимание клапан открыть закрыть ставим вставляем фентифлюшку и нажимаем старт все сработало убираем и вот у нас с вами зерна кофе находится в вакууме останется аромат останется все не выветрится не выветрится чтобы проверить он подойдет все ко мне вот я приоткрываю слышно да то есть у нас там образовался вакуум соответственно все будет тип-топ они есть разного размера на алиэкспресс на зоне на всяких разных marketplace можно найти абсолютно есть даже по-моему 5 литровая находил если у кого-то есть нужда что-то очень большое завакуумировать ну и заключительный агрегат самый дорогой в данной коллекции полноценная вакуумная камера в которой вначале отсасывается то есть ничем мы получаем здесь это выглядит следующим образом и сюда идет пакет сейчас я все на примере покажу да здесь вот эти части снимаются но я очень хотел потому что вакуумация супов очень здорово сейчас я об этом расскажу давайте сразу по каким-то опциям пройдемся вот например вот этот клапан то есть мы его с вами убираем сюда можно вставить шланг который вы только что видели в предыдущем да и высасывать воздух вакуумировать когда эта штука есть комплекте а ее может докупить в китае она продается абсолютно везде теперь что касается супов давайте я покажу вы наверняка то просто даже не понимать о чем идет речь и что сейчас грильков ну ладно ладно сейчас я вернусь я хочу просто ребятам показать то чем я не то чтобы горжусь но то что я очень сильно люблю делать может быть из-за того что я холостой в каком-то смысле да я люблю делать заготовки еды я тащусь с этого смотрите я приготовил вот такое количество здесь полтора литра супа очень много мяса это концентрат считаете да его можно смело еще литром разбавить воды и вы даже не заметите на костях сделаны безумно я называю это бульонный концентрат что мы сделали то есть ну условно говоря мы положили его сюда отсосали воздух сейчас я на примере вам все это покажу что с ним делать вот я в морозилке я понимаю что завтра я хочу например поесть супа два-три дня буду есть суп какой суп спросите вы меня ну у тебя же тут что-то бульон да и как бы и мясо и все нет я дальше включаю человека конструктора например мне очень нравится зеленый горошек я взял разморозил я специально ребята заморочился и разморозил да мне хотелось правда вам показать как это выводит по после разморозки это выглядит вот так это еще разводится водой это будет полноценный вкусный бульон просто так он очень очень получается концентрированный я все это вливаю в кастрюлю забыл слова черт возьми и разогреваю в тарелку кладу себе зеленый горошек фасоль это может быть макарошки вермишель знаете очень вкусные супы яйцо можно отварить у вас полноценное вкусное блюдо и каждый раз в этот суп делайте под себя не хотите например фасоль добавьте что-то другое можно сделать клетки там разные абсолютно это конструктор можно так сделать щи но если вы меня спросите чувак и что вот эту штуку надо покупать за бешеные бабки чтобы это делать нет потому что она не справляется своей задачей и и абсолютно спокойно можно сделать вот это все на предыдущей модели нам не обязательно отсасывать отсюда воздух предположим это у нас суп суп наливаем сюда давайте предположим это будет что-то около 700 миллилитров дальше происходит следующее вот мы разлили супы с вами красота божий рай кладем сюда закрепляем нажимаем нажимаем кнопку вот обратите внимание что он делает он из камеры убирает сейчас кислород вода трясется шейки и бубис как вы видите как будто кипит да все ощущение как будто все происходит кипяток какой-то просьбой а теперь смотрите об и все он выпускает мать рассказываю что мини очень нравится вот у нас получается вакуумированная вода но вот видите все кислород здесь чуть-чуть остается я не знаю насколько это видно а теперь вот смотрите вот сюда ой наташенька покажи пожалуйста видите но это сегодня повезло вот здесь вода находится видишь видно нет это надо то есть вот это сегодня еще раз я уже пробовался это все с бульоном делать я сказал только одно подайте мне пальто и шляпу до штука стоит конских денег она не справляется потому что все вот это все вот это делается давайте покажу как на на примере предыдущего как будто вот мы вставили да вот таким образом убрали кислород это легко сделать и нам как на предыдущем нажали все все-таки очень сложно говорить о данном изобретении и не говорить о брендах поэтому я абстрактно скажу те модели которые я видел в быту которые у нас используются в ресторане и в баре которые пользуются мои друзья которые сложили хорошее скажем так мнение да что это работает и это долговечно число долговечно достаточно дурацкая долговечно он больше века работает да нифига ребят и вот эта тема наверно сделана в китае я считаю как ноги ой это китайская ну господа ну о чем вы говорите ну давайте предположим я не хочу вот там хвалиться телефонами еще чем-то но есть хорошие вещи которые делают в китае например даже система вот подвеса туда я покажу ребятам система подвеса джай например да вы понимаете что не профильный канал просто рассказываю вот он да сделано в китае блин сделано от души обалденная вещь стабилизатор все хорошо есть аналоги которые делают австралийцы которые стоят в 3-4 раза дороже правильно китай этому не показатель поэтому что касается не смотрите в общем я говорю о том что просто наверное читайте отзывы даже не надо меня сейчас слушать в каком-то смысле именно по брендам например компания redmond которую вот скажу вдруг вы сегодня могли ее увидеть определенные отношения модель вот редмонда стоит 8400 все ничего я немножко разочаровался в этой компании потому что и вы наверняка видите что на канале нету больше рекламы редмонда потому что техника не проявляет себя долговечностью да то есть мы наташа заметила фейк с чайником через год который начинает капать лица и вот она купила себе сяоми вский ну уж извините но все работает все шикарно стоимость чайника те же самые деньги я бренд манде сейчас скажу когда разочаровался когда я начал ковыряться на алиэкспресс я обнаружил помощь тебе показывал точно такой же вакууматор только без лычки redmond и в два раза дешевле весы да ребята весы даже вот банальная вещь весы у нас кулинарные у нас они блин получается как бы мы немножко я наверное говорю свое мнение это важно что вы с этим не столкнулись вот с этой бесполезной покупкой с точки зрения редмонда он неплох у него есть косяки я вам сегодня о них показал мало ли какое-то из каких но наверно проще зайти на тот же самый озон яндекс маркет саряныч немножко прерывались у нас такая домашняя мы сегодня я решил не записывать данное видео в студии хотелось это сделать дома уютно может быть не совсем какой-то хороший свет здесь у нас но понятие простить здесь свет может быть и не очень не важен так вот отзовик все правильно ты говоришь находите какую-то интересующую вас модель читаете я очень стал много читать отзывов перед покупкой товара и читайте адекватных людей те есть люди кто пишут у них например что-то программно вот я покупал себе этот сяоми вский какой-то испаритель помнишь ты покупала все пишут он не работает он работать только с европой на самом деле там проблема только в том что если вы через нормальные руки поставить установите приложение сделайте все хорошо и хорошо да ну то есть да есть такие моменты вот именно софтверные до которые ну это ладно это к слову меня опять понесло нормальные бренды которые скорее всего я бы вам посоветовал которые мне понравились ну давайте с натяжкой redmond да но еще раз повторюсь можно найти на алике на озоне то же самое только без нейминга то есть как будто это какая-то знаете болванка есть болван очка и будет в два раза дешевле ценник есть компания raw meat очень неплохо делает на самом деле у меня от них дегидратор молодцы ребята мы пользуемся им в топ 22 raw meat красавцы мы еще пользовались этим тайфун как он называется это поняла блендер прям ну слушайте может перемолоть все raw meat красавцы но смотрите по отзывам да то есть наверное не все хорошее но то что я слышал raw meat это неплохо фирма кассу или косо я точно не знаю это уже такое знаете не некая премиал очка я точно знаю что лазерсона они по моему эти официальные спонсоры так чертовой матери буду говорить как есть на самом деле я понимаю что бренда вы не светили но я должен ну согласен а как меня вот вот это вот хрень приблуда стоила в районе 28 тысяч я просто очень ее хотел безумно хотел чтобы он был стационарный да он выполняет все свои функции идеально волшебный есть эта трубка отсоса да я имею ввиду там из контейнеров да ну хотя вы знаете жениться тебе парень 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 пойдет да да баре пара но понимаете она не делает чего-то того что не делает тот же самый например редмонд то есть даже вакуумация там вот там по другому принцип вы видели происходит то есть там камера из нее убирается воздух классно здорово но так что они заявляют ребята супы без проблем вот это все без проблем я открываю рука в рекламной брошюрке я открываю это самое пишут будьте аккуратны если что имейте ввиду нажмите вовремя стоп но вот я супец делал мы сейчас кулинарии еще коснемся в этом ролике бац и все у тебя в этом извините мира жире да эти надо вынимать все чистить вот это все и я пришел к мнению что вот эта функция не нужна если вы морозите супы да то если останется немножко кислорода я сегодня покажу как это делается без вакуумации вот этой дороговизны 27000 все что в нем прикольно это то что он стоит да редмонд все время надо из розетки выдергивать кнопочку не продумали не придумали да то есть есть какие-то маленькие такие нюансы в целом каскаса или косо это норм очень удобная электрическая штука можно найти по скидосу натаха оценила год блин ну да с точки зрения сырочек достал чик отсосал у нас очень много сегодня этих тем странных я еще хотел бы выделить контору я точно не знаю как она называется она немецкая по моему ром эльс бащер или ром ром эльс бахер это скорее всего немцы делают годно у меня у двух друзей они используют ну просто шикарно они кстати немножко пониже по цене ну еще раз повторюсь следите за скидосами и можно найти что-то годное если мы с вами говорим про такую тему как вакуумация сразу же равно можно ставить сувит что это такое сейчас я просто мы хотим сделать отдельный видос но вкратце покажу на примере приготовления индейки я использую индейку от indy light она мне очень нравится огромное количество всевозможной продукции они делают то есть можно взять в маринаде например а можно взять вот так вот мы сделаем и так и так и посмотрим это у нас малое филе казалось бы да что с ним можно придумать его можно поджарить но я сейчас этого делать не хочу но вы можете сделать я нарежу на порционные куски я точно понимаю что вот такого кусочка мне будет кай мы добавим сюда немножко перца добавим немного соли ваших любимых специй моем случае тут паприка тут все на свете есть и перечную смесь к сожалению чеснок забыл купить наталья валентина мне на новый год но на год или на день рождения короче до дарила вот такое вот масло но есть острая это чесночное масло очень вкусно и мы с вами берем и добавляем сюда немножко буквально все отправили в пакет сюда заброшу небольшой кусочек сливочного масла также я люблю добавлять смесь розмарина и тимьяна мы потом выбросим но он свой аромат сюда даст и будет прям очень хорошо ну и что мы собственно получаем вот у нас вакууме здесь маслица все в специях можно оставить так мариновать но мы все-таки с вами заморочимся с увидом чуть-чуть покажу что это такое вдруг кто-то не знает я думаю что все знают потому что олег и многие другие блогеры 100 лет уже все показывали я просто решил более глобально но вот это не делает пожалуйста уже в специях вот она промариновалась у индилайт большое разнообразие продуктов повторюсь еще раз хотите индейки любые отрубы пожалуйста все есть в маринаде и вот они не химичат с этими маринадами да вот даже шашлычок вот эти стейки и не заливают как вот то что мы все время бомбим они делают просто годно вкусно хорошо уже промаринована честно вам скажу не даст соврать мне очень нравится сосиски молочные от индилайт они безумно вкусные у них есть именно молочность они есть и сливочные молочные разные есть тема вот это с беконом но это не совсем бекон давайте будем честны да но в принципе пожарить и вкусно съесть на утро с яйцом вичина вичина очень вкусно индилайт огромные молодцы красавцы пусть продолжают двигаться в нужном ключе индейка ребят я просто правда я последнее время я и местные чипсы делаю из индейки индейку в принципе полюбил и разные блюда готовлю и получается очень вкусно и делает огромные красавцы вот в таком контейнере я делаю жрачки на месяц эта крышка специально для того чтобы температура не уходила и поддерживалась я скажу лишь одно штука классная в конце более подробно сейчас просто хочется показать связку до вакууматора и соответственно сувида сувид у меня ужаснейший хуже качество вот просто ну сложно придумать что мы делаем мы ставим сюда я использую сейчас поменьше естественно контейнер нажимаем включить вот он включается я ставлю я знаю что для меня идеальная температура 66 градусов по времени вот где-то наверное два часа будет прям хорошо это прямо проверено два часа две минуты и нажимаем соответственно старт еще маленький момент смотрите как только она наберет 66 градусов отсчет времени пойдет не то чтобы лайфхак какой-то да но вот сюда сразу закидывайте нормальную сразу горячую воду из-под крана то есть вы не будете что он в холостую работу мы достали из пакетов слегка обожгли на сковороде на сухой без уже добавления масла это для тех кто любит можно еще больше уже главное аккуратно да ну а давайте теперь я вам покажу вот например кусочек нож конечно вот посмотрите пожалуйста она полностью готова как вам объяснить сочность я даже вот не знаю насколько это видно но видно что она влажная вот наташка она будет таять во рту и вы обратите внимание какого кусок размера сразу бросается в нос это конечно же розмарин специи и немножко сливочности ребята серьезно сует прикольно в плане индейки она очень сочная готовил курицу курица тоже получается бомбезно маринад проходит она по сути за это время из-за того что температура небольшая но еще и маринуется к заключению о вакууматорах могу сказать что это очень удобно я скажу так что я зрею сделать видос опять же очень хотелось бы вашей поддержки я думаю что вам несложно поставить палец вверх если вам будет полезен данный видеоролик поймите к сожалению youtube опять на меняет эти алгоритмы да он понимает что интересно чего нет к сожалению да аудитория по живи чё дали по обзорам она более скажем так активная естественно youtube это видит мне очень жалко за такие видеоролики потому что мне кажется для меня лично мне они несут мой опыт в массы которые я также получаю и мне бы хотелось там по по сути люди просто не получают даже уведомлений поэтому если не сложно пусть это будет некое попрошайничество но я думаю что вам не сложно мне приятно и всем хорошо скажем так вакууматоры классная вещь я хочу показать что хочу весь процесс мясных чипсов может быть кому-то это принесет идею создание чего-то своего бизнеса да я не хочу из этого делать бизнес я делаю именно включая для себя на перекус когда наверное опять я снова начну иногда выпивать не в таком количестве как раньше пиво естественно да то это конечно хорошая закуска и к пиву но я сейчас использую как перекус он я не добавляю очень много соли и нитритной соли в том числе а димка если смотришь из китая огромный тебе респект потому что ты мне тогда сделал это замечание весьма правильная я начал углубляться в эту тему я понял что действительно это очень важно я бы об этом рассказал это не касается только там найти дегидратор что-то покажем дегидратор покажешь и покажешь вакууматор не 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 там более глобально я даже в цель в цене вам все скажу сколько вам обойдется данное мероприятие может быть вас это заинтересует для бытовой жизни считаю это необходимость сувид мы наверное все-таки разберем отдельный видеоролик потому что есть опыт есть понимание прекрасно могу сказать что раньше был не сторонником и кто-то скажет чувак вот ровно четыре года назад по у меня был этот нас был этот видос ты говорил одно а сейчас другое я скажу что я к сожалению от вас кто это пишет я не идеальный человек я расту а может быть наоборот не расту но я меняю свои мнения это знаете как общаться с человеком и ты можешь поменять со временем в хорошую сторону можешь плохую так и по отношению каким-то девайсом каким-то устройством то есть будь то освежитель воздуха не знаю почему почему сказал именно освежителя воздуха в общем вы меня поняли с точки зрения сувида я понял удобство да в первую очередь ты можешь сделать заготовку еды ты можешь вот у меня сейчас морозилка скоро будет я обязательно вам пока мы покажем этот ролик если что в подвале красиво снимем я там хочу маленькую лабораторию сделать очень конечно да кажется уже попахивает 228 но нет там все будет легально просто хотелось бы вам может быть пока похвастать честно хочется похвастаться потому что люблю вот эти все штуки кулинарные я хочу сказать что и мы с наташей неоднократно уже говорили и пробовали и мясо делали мариновали да возможно мы использовали тогда сувидницу помнишь эту формате мультиварки может быть там что-то не так было вот с этой сувидницей конечно все ок хотя мы если про сувид будем писать ты дашь поюзать ты свою наташка даст мультиварку не опция сувиды есть мы возьмем этот суд я еще возьму профессиональный сует покажем что можно выбрать из дешевого дорогого если смысл переплачивать сегодня еще раз повторюсь вот есть смысл не переплачивать если у вас бытовые какие-то потребности в этом я одобряю очень классная тема все сегодня сказал еще раз повторюсь за такие видосы пальцы вверх поддержите если несложно комментарии если кому то интересно пишите мы сувид делаем эксперимент чтобы понятно что людям это нужно а не просто так естественно так мы будем продолжать конечно же делать свой контент если вдруг какие-то вопросы будут у этого видеоролика да они серии только покажи как это наташу покажешь да это понятно я уже зря это сказал я уже вижу что он в топе комментариев состоит а если кто то что завакуумировать она покажется так вот может быть какие-то действительно вопросы по вакуумации когда мы будем снимать сувид я надеюсь мы недолго сейчас время у нас есть я постараюсь ответить на эти вопросы я тем более что у меня есть общение с шеф-поварами может быть не всего я знаю я никогда не кичился тем что я я очень много чем интересуюсь и я это узнаю какие-то действительно залайканные вопросы в общем ребятки от души мне кажется получилось очень лампово хорошо посидели надеюсь для вас этот видеоролик будет полезен все от души пока пока да и подожди ребята и обзор матвеевского у меня под каждым роликом вы теперь пишите что нужен обзор да так надо убирать в морозилку все пока пока